Первым делом, что хотелось спросить у иностранного гостя, не боится ли он санкций. Как оказалось, не боится и более того выступать против того, как в Европе преподносит волеизъявление крымчан. «Я против санкций, которые ввела Европа и Америка. Голоса в Европе против санкций становятся всё громче. И это идёт не только от журналистов, но и от таких представителей, как французская делегация». Мартин рассказывает, здесь, в Крыму, у него появился уникальный шанс следить за информационной политикой. С первых же дней стало понятно. Там, в его стране, в СМИ много лжи и неправдивой информации. «В немецких СМИ говорят о том, что здесь криминал, нестабильность, война. Я ничего такого не увидел. У меня только позитивные впечатления. Прекрасный Крым, милые люди, милые коллеги. Я надеюсь, что Путин будет продолжать действовать позитивной политикой». Немец остался под впечатлением не только от красоты природы полуострова, но и от уровня жизни крымчан. Оставляет желать лучшего качества услуг в медицинских учреждениях. А вот таких дорог, как в Крыму, Мартин в своей стране никогда не видел. «Большое отличие от нашей страны я вижу в медицинской помощи, в социальных структурах. Нельзя сравнить немецкую больницу и местную. Я не могу объяснить словами. Еще улицы с дырами. У нас такого нет». «Но мне нравится политика Путина, что он помогает беженцам едой и необходимыми вещами. В Германии же беженцы получают приветственные деньги». Беженцы получают не только деньги. Привилегий для них много, и это устраивает далеко не всех. По словам журналиста, ситуация в Германии напряженная. Сейчас в стране такой хаос, что непонятно, кто пострадал от войны в Сирии, а кто экономический беженец. «Ситуация плохая, например, в казармах военных. Военные должны освободить место для беженцев, а сами спать на матрасах. Или, например, семьи, в которых большие дома. Их заставляют принимать к себе беженцев. Народ все больше не соглашается с политикой Меркель. В стране все больше протестов, и я хотел бы, чтобы мы восстановили дружеские отношения с Россией. Ведь у нас очень много общего, общая история». В 2017 году Германия ожидает выборы. Журналист надеется, что у них будет новый канцлер и новое правительство, которое защитит немецкие и европейские интересы. И тогда они перестанут быть рабами Америки. В планах журналиста посетить Балаклаву, Ялту и другие достопримечательности полуострова. А на прощание Мартин пообещал. Вернувшись домой, он расскажет правду о жизни в Крыму. Мэри Бадунс, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ, Севастополь.